Это Фифа, девочка редкого белого окраса, и Мартин, мальчик. Шестилетние тигры в Барнауле не впервые. Они были здесь несколько лет назад на гастролях, как артиста одного из казанских цирков. Поскольку они привыкли к разъездам, на новом месте, говорит Сергей Писарев, директор зоопарка, очень быстро адаптировались. Подобное бывает нечасто. Как у нас, допустим, было с дальневосточным леопарда, он не ел 10 дней. Вообще не прикасался к пище, потому что было состояние стрессовое. Вот с этими друзьями совершенно другая, так сказать, картина. Они приехали, в этот же день, в день выгрузки, они с удовольствием покушали мясо и начали обследовать жилье, которое им временно предоставили. Правда, Мартин вскоре покинет Барнаул. Здесь он на передержке, ждет переезда в другой зоопарк. А Фифа останется. Для нее и постояльца зоопарка будущего супруга Тигра Маяка рядом строят собственный вольер. Писарев говорит, несмотря на то, что времена сейчас тяжелые, зоопарк обязан пополняться новыми питомцами. Это своего рода миссия. Обратите внимание, когда смотришь на тигров сквозь клетку, которая отчасти напоминает лесную чащу, понимаешь, зачем природа подарила этим прекрасным животным именно вот такой камуфляж. В лесу их разглядеть довольно сложно. Конечно, клетка для тигров это неволя, но ученые говорят, что по вине человека с лица земли исчезло в общей сложности около 800 видов животных по вине человека. И зоопарки, созданные тоже человеком, сегодня помогают сохранить многие редкие исчезающие виды. Кстати, Маяк, как и Фифа, тоже относится к редким белым видам. Если у пары вспыхнет взаимная любовь, ждать зоопарку блондинов. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.